МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прогуливаясь по улице Гончарова, мы не могли пройти мимо этого солидного здания. Его смело можно назвать украшением нашего города. Сегодня в доме номер 9 находится Ульяновский почтамт. Но первоначально это здание принадлежало Симбирской губернской земской управе. Одним из инициаторов строительства нового здания для губернского земства стал глава Симбирской губернской земской управы князь Сергей Михайлович Боротаев, потомок знатного княжеского рода, внук предводителя дворянства и видного масона Михаила Петровича Боротаева. Симбирским земцам хотелось вырваться за рамки провинциальности, поэтому к работе они подключили столичных проектировщиков, чтобы построить это здание. В 1902 году Петербургское общество архитекторов объявило конкурс на проект и выиграл его выпускник Высшего художественного училища Академии художеств Александр Иванович Дмитриев, будущий академик архитектуры. Его работа была признана лучшей из 11 представленных. По проекту питерского архитектора здание воплотило идея классицизма. Девизом для своего детища Дмитриев избрал слово «мышь», буквы которого на чертеже были разделены гербовым щитом. А на гербе, увенчанном короной, была изображена мышь со стороны хвоста. Весной 1903 года началось строительство нового здания Симбирской губернской земской управы под наблюдением симбирского архитектора Виктора Людвиговича Ивановского. Он, не меняя замысла Дмитриева, обогатил проект чисто симбирскими архитектурными элементами, к примеру, львиными масками, которые сегодня грозно взирают со всех углов фасадов здания. Если внимательно присмотреться, в львиные пасти вложено кольцо, соединенное с украшенным картушами фигурным щитком. На нем красуется увенчанная короной колонна – главный элемент симбирского герба. Этот геральдический символ можно увидеть на современном гербе Ульяновской области. А щитодержателями выступают опять же львы. В 1904 году Ивановский сделал еще и проект кованого металлического забора к зданию земства по Большой Саратовской улице. Который, к счастью, сохранился до наших дней. Даже бетонные столбы не пострадали. Новое здание симбирского земства открыло свои двери 4 января 1905 года. На торжества были приглашены губернатор, архиерей, гласные, начальники отделения управы с супругами. Но поскольку шла русско-японская война, пышных торжеств и завтрака не было, ограничились шампанскими. В начале 20 века здесь кипели нешуточные политические страсти. 4 января 1905 года во вновь выстроенном здании состоялось первое заседание Симбирского губернского земского собрания. Революционные события, захлестнувшие всю Россию, наложили отпечатки на работу Симбирского земства. Здесь смело высказывались по самым разным политическим и общественным вопросам. Сам Сергей Михайлович Боротаев – человек весьма либеральных взглядов. Впоследствии стал лидером местных кадетов. Окончательная революционная волна захлестнула здание губернского земства в июле 1905 года. Конфликт в земском собрании спровоцировал председательствующий Владимир Николаевич Поливанов, больше известный нам как создатель музея в Акшуате, археолог-садовод. Но в дни революции он, монархист до мозга костей, вел себя как дикий помещик. Поливанову всюду мерещились враги. Он требовал от губернатора артиллерию для подавления крестьянских волнений. Чтобы сохранить спокойствие в городе, губернатор князь Яшвиль издал приказ о закрытии земского собрания. После революции 1917 года в бывшем земском доме размещались Симбирский пролетарский университет, губернские отделы труда, финансов, налогов, народного образования и даже редакция газеты «Пролетарский путь». В конце концов, в 1930 году здание передали Ульяновской почтово-телеграфной конторе. В 1993 году телеграф выделился в отдельную структуру. В здании остался только почтамт с его управлением. В начале 2005 года у здания почтамта появилась Симбирская нулевая верста – символический памятный знак. На боковых гранях его указано расстояние в верстах до Санкт-Петербурга, Страсбурга и Пекина. До революции этим усадебным участком, где сейчас находится дом номер 11, владел дворянин Александр Иванович Дубровин. С севера к нему привыкали владения, принадлежавшие наследникам священника Павла Михайловича Мальхова. Здание по улице Гончарова, 11, было построено специально для первого Ульяновского центрального универмага. Горисполком принял здание в эксплуатацию 29 декабря 1961 года, накануне Нового года. Коммерческий директор нового магазина «Сыроедов» 1 января 1962 года писал на страницах «Ульяновской правды». Замечательный подарок получили трудящиеся нашего города. Строители сдали нам хорошее трехэтажное здание универмага. Массивные дубовые двери, светлый тамбур, и покупатель попадает в огромный зал, устланный узорчатыми плитами мраморного цвета. С потолка льется поток дневного света. Магазин по проекту был рассчитан на 100 рабочих мест. Он был технически оснащен. Был свой радиоузел, своя автоматическая телефонная станция на 80 номеров. Также работало справочное бюро и открылось кафе для работников универмага. Магазин работал с 10 утра до 8 вечера без перерыва. Однако уже в 1970 году ЦУМ переехал в новое здание на углу улиц Гончарова и Карла Маркса. А в помещениях первого универмага разместился детский мир. В 2000-х годах магазин сменил хозяина. Здесь сделали капитальный ремонт. Над входом появилась вывеска «Семейный торговый центр», где разместились различные бутики, кафе, агентства. С северо-западной стороны, к зданию Семейного торгового центра, примекает бетонное строение под номером 11А. Это дом художника, открытый в 1969 году. Сегодня мы его знаем как салон-магазин искусства. Директор Ульяновского отделения художественного фонда РСФСР Петин в те дни говорил, это не просто дом, это этажи живописи и графики. Верхние этажи здания по сей день занимают мастерские живописцев, графиков, скульпторов. Правда, соотношение между мастерскими художников и офисами различных контор за годами меняется в пользу последних. А на первом этаже салона и магазина и вовсе от искусства ничего не осталось, лишь один отдел. Современная экономическая ситуация вынуждает художников сдавать помещение в аренду. Все пространство от дома художника до улицы Ленина занимает сквер. Несмотря на небольшую площадь, здесь произрастает свыше десятка видов древесно-кустарниковых насаждений. В 70-80-е годы прошлого столетия в сквере находилась большая телевизионная установка «Аристон», проецирующая изображение на большой экран. Она была смонтирована специалистами Ульяновского НИИ «Марс». Горожане частенько захаживали сюда что-нибудь посмотреть, а сквер назвали экраном. В 90-е годы телеэкран демонтировали. В 2000-е годы в сквере появились скульптуры, результат работы участников фестиваля скульпторов. А в июне 2008 года в центре сквера заработал небольшой фонтан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова